Орхидные цветковые растения Обычно всегда, в первую очередь, когда начинают говорить об орхидеях, то почему-то, как правило, у людей это ассоциируется именно с башмачками. Подсемейство башмачковых, по-хейбахиопедиловые, довольно крупное. Всех их объединяет вот эта вот особенность, когда один из внутренних питалиев, внутренних лепестков у них преобразован вот в такой мешковидно вздутый орган, губу, так называемую, похожую действительно на башмачок. Сделан он для того, чтобы насекомое, которое туда прилетает, попадая в эту урночку, имело только один выход через органы, собственно говоря, опыления этого растения. И по-другому оно выйти не может. Таким образом, собственно говоря, растение будет готово к завязыванию семян. Семена орхидных одни из самых мелких в мире, они похожи на некую пыль, которая переносится ветром, иногда на значительные расстояния, и у них совершенно нет запасающих веществ. Поэтому для того, чтобы прорастать, а процесс этот длительный, им необходимы некие грибы-симбионты, которые вступают с ними в взаимоотношения и начинают подкармливать, грубо говоря, эти проростки. И только через несколько лет на поверхность субстрата, на котором это выросло, это не всегда может быть земля, как мы с вами привыкли в обычной жизни. Это может быть кора деревьев, это может быть поверхность камней и так далее. Например, просто мох, появляются первые зеленые листья. И через несколько лет башмачки, например, считается, что где-то лет через 10-15 впервые они зацветают. Но вот один из довольно редких башмачков сейчас у нас цветут в афиопедилам сукхакхули. Это природный вид, который в природе находится, как и многие из этих башмачков, под угрозой исчезновения. Потому что, к сожалению, после открытия каждого нового вида, каждой новой формы, обычно через несколько лет браконьеры уничтожают почти полностью природные популяции этих растений, что ставит их под угрозу. И именно такие места, как наш ботанический сад и другие ботанические сады, являются фактически последним местом пристанища для этих растений. Кроме этого, сейчас у нас цветет одна из форм афиопедилума колозума. Причем это миниатюрная его форма, у которой довольно мелкие цветки. У обычного пафиопедилума колозума цветок может достигать 15 см в диаметре и больше. Но вот это довольно мелкий вид. Сзади там пафиопедилум темпианум. Вот у него два цветка. Сейчас можно видеть. Вот он. Собственно, цветут они довольно долго. Иногда цветение продолжается на протяжении полутора или даже двух месяцев. Каждый цветок пока не опылится. Одним из таких вот очень редких, совершенно недавно описанных видов является пафиопедилум рунгсурианум. Посмотрите, какой он маленький. И вот у нас уже в этом году появляется второй бутон. Цветок будет превышать размер листьев ярко-фиолетово-зеленого цвета. Но распустится он еще где-то через, наверное, 2-3 недели. Все-таки подавляющее их большинство – это наземные эпилитные растения, которые растут на поверхности земли, как мы привыкли. Но вот, например, сейчас можно видеть, как цветет целогина мосанжиана. Это тропическая целогина с такими длинными, сережковидными соцветиями. Она является чистым эпифитом. Она в природе всегда растет высоко на деревьях, спуская вот эти вот огромные свои длинные соцветия, которых может, их число может достигать на одном растении 50 и более. Ну, кроме того, что у нас здесь содержатся архидные, содержатся в этой оранжереи еще некоторые другие редкие виды. И хочу обратить ваше внимание на бегонию микросперму, бегонию мелкосемянную. Это дикий вид природный, который попал к нам из бассейна Конго. Мы получили этот экземпляр из Ботанического института в Петербурге. Причем цветение иногда продолжается больше года. Это непрерывно совершенно потрясающий, совершенно желтый цвет, который, кстати говоря, очень редок для рода бегония. Но это такое небольшое лирическое отступление, потому что все-таки мы находимся в оранжереи с орхидными. Ну, кроме башмачков различных, есть орхидеи, которые отличаются размером своих листьев. Вот, например, бульбофилум и фаленопсис с такими огромными-огромными листьями, которые несколько напоминают листья другого рода орхидеи, которые часто можно видеть на прилавках наших магазинов, на витринах, это фаленопсисы, собственно. Поэтому он называется бульбофилум фаленопсис. Цветён он, как правило, в середине лета, соцветие очень плотное, относительно небольшое, относительно этих листьев. Находится внутри розетки этих листьев, там наверху, и издаёт такой гнилостный аромат разлагающегося мяса, тем самым привлекая своих специфических опылителей. Как правило, это какие-то мухи. Вот, значит, дальше у нас довольно большое количество разных видов рода фрагмипедиум. Это другой род башмачковых, подсемейство орхидных. И я хочу показать фрагмипедиум манзури, один из таких довольно редких видов. Это природный вид, он встречается в Эквадоре, в природе. Растёт на влажных камнях, по которым сочится вода. Все фрагмипедиумы, это если пафиопедиумы, которые мы до этого показывали, встречаются в Юго-Восточной Азии, то фрагмипедиумы встречаются в Южной Америке в основном, немножко заходя в центральную. Вот с такими маленькими цветками, все эти растения требуют чрезвычайно чистой воды. Поэтому в наших оранжереях мы используем для того, чтобы их поливать, дистиллированную воду. Фрагмипедиум манзури, который мы до этого показывали, иногда рассматривают как вариацию фрагмипедиума шлими. Но вот у него вот такой более короткий цветонос, более длинные узкие листья и более ярко окрашенный цветок. Вот он только сегодня, первый день распускается. Обычно они цветут конец осени, начал зимы. Они у нас стояли на выставке в оранжереи, в пальмовой. Но вот сейчас цветение немножко растянулось. И вообще в этом году довольно неблагоприятные условия для цветения архидных, потому что зима была в нашем климатическом поясе очень темная. И вот только сейчас они начинают немножко просыпаться. Вот, значит, у фрагмипедиумов есть многочисленные гибриды. Вот одна из гибридных форм с ярко-красными цветками, которые могут цвести практически непрерывно в течение круглого года. Вот здесь видно этот цветонос очень длинный. В пазухе каждого вот этого листа был цветок. Каждый цветок цветет где-то около месяца. То есть вот можно посчитать, сколько, как долго он цветет. И еще, когда заходит речь об орхидеях, часто вспоминают ваниль. У нас несколько видов. Вот ваниль плосколистная, обычная. Вот другой вид ванили, ванила фаленопсис. У нее вообще нет листьев. То есть растение состоит вот из таких длинных зеленых колбасок, которые в природе должны карабкаться либо по другим деревьям, либо по скалам. Им, к сожалению, нужно очень много места. Им в оранжерее довольно тесно, чтобы они хорошо могли развиваться. Но, тем не менее, у нас вот есть несколько видов этого рода. Именно ее недозрелые плоды специальным образом ферментированные, вот в ваниле плосколистные, используют для ароматизации кондитерских изделий. Кроме того, что мы привыкли, что орхидеи бывают с длинными, как правило, кожистыми листьями, такими довольно широкими, чем-то иногда напоминающие подорожник, есть и другие формы жизни у орхидных. Вот собрали южноамериканский, американский род орхидных, как правило, похож на вот такие вот практически тростники. Растут они там же, где фрагмипедиумы, часто на скалах, где сочится вода. И цветут на конце вот этих побегов, обычно летом у нас в Москве. Причем здесь на конце каждого побега может формироваться по несколько цветков, которые цветут тоже на протяжении довольно длительного времени. Но каждый цветок при этом живет всего лишь один день. Ну вот у нас здесь еще одно растение, которое мы содержим, опять же, в этой же оранжерии, именно по той причине, что здесь очень чистая вода, в которой мы поливаем эти растения. Это мединила из совершенно другого тропического семейства, милостоматация. Семейство, которое распространено только в тропических регионах на нашей планете. Но вот сейчас начинается цветение именно мединила великолепной. У нас несколько видов этого рода. Но когда эти соцветия распустятся, то это будет совсем фантастическое зрелище, потому что их будет очень много, и цветут они тоже очень-очень долго. Когда речь идет об орхидеях, опять же, часто вспоминают о самых черных орхидеях. Ну вот один из видов рода Макселярия. Там есть несколько близких видов, у которых цветки окрашены в довольно темный цвет. Но вот сейчас они не совсем. Все-таки он сейчас немножко такой коричневатый. Вообще, если солнце яркое, то он становится действительно практически черным. И, на мой взгляд, именно вот этот вид обладает самыми темными цветками. Но, опять же, при хорошем освещении, которого мы были лишены на протяжении полугода в этом году. И обычно цветет, конечно, это растение обильнее. Но сейчас можно видеть только один цветок вот такого необычного цвета. Мы с вами видели огромные листья бульбофилума фаленопсиса. А вот сейчас мы можем увидеть довольно необычный цветок бульбофилума лобби. Видите, как трясется его губа. То, что она трясется, тоже привлекает и опылители, и насекомых. То есть, они реагируют именно на движение. И таким образом привлекаются к цветку, подлетают и опыляют его. Это вид из Юго-Восточной Азии. На Борнео, Яве распространен, растет в качестве эпифита. Вот сейчас тоже один только цветок. В прошлом году на этом экземпляре было больше 100 цветков. Вот еще один из гибридных таких бульбофилумов. Вот цветки, когда два нижних лепестка образуют такое подобие губы. Губа при этом очень маленькая, тоже так же трясется, как и у лобби. Вот такая окраска, которая имитирует, в общем-то, не очень привлекательные вещи. Как правило, все-таки именно скорее разлагающиеся какие-то куски плоти. Но этот гибрид при этом не обладает гнилостным запахом. Некоторые виды бульбофилумов, вот сейчас я попробую туда залезть, имеют очень своеобразно устроенное соцветие. Цветки очень мелкие, расположенные на очень длинном широком цветоносе, похожем на кобру. Вот вид этого бульбофилума был собран директором Нижегородского ботанического сада в природе, в Африке. И один из экземпляров был передан нам, и вот он у нас растет, цветет каждый год. Кроме прочего, у бульбофилумов очень видны хорошо приспособления архидных к условиям их специфической жизни, к эпифитной жизни. Когда часть стебля превращается в некий такой туберидий, где запасаются питательные вещества и влага, которая необходима для переживания каких-то периодов без дождей, засушливых периодов. Зацветает весьма своеобразная орхидея из рода гонгора. Практически, вот сейчас видите, бульбы лишены листьев, но при этом, при всем, вот одно соцветие уже отсвело, а второе соцветие, еще на нем осталось несколько цветков. Они обладают довольно приятным, надо сказать, ароматом, он усиливается обычно к ночи. Растение эпифитное, весь род полностью эпифитный, как называется, и соцветия свисают в полумраке тропического леса в Юго-Восточной Азии. И у нее, ближайшим ее родственником является, собственно, знаменитый стангопей. Вот сейчас видно только бутоны. Это стангопея тигровая, одна из самых распространенных в культуре. Это сейчас немножко бутоны, то, что она образовала, это немножко не вовремя, она зацветать должна где-то во второй половине лета обычно. Соцветий бывает очень много. Одной из интересных особенностей является то, что соцветие часто проходит сквозь субстрат. Это как раз тоже одно из приспособлений к эпифитному образу жизни, высоко. В кронах деревьев, в развилках этих деревьев, когда соцветия должны спускаться именно вниз. Обладает очень своеобразным ароматом. Некоторые формы, причем в пределах одного вида, могут пахнуть от запаха нафталина до довольно приятного конфетно-ванильного такого запаха, что обусловлено, видимо, какими-то индивидуальными особенностями этих форм. Вот это станкопия тигровая или орхидея бык, она зацветет через там еще несколько дней. Цветки очень крупные, развиваются довольно долго, развиваются эти цветки на протяжении месяца, иногда больше. Но цветет цветок, каждый цветок, где-то 2-3 дня, не больше. Причем пик цветения – это второй день, когда он самый ароматный и с самой правильной формы. Потому что на третий день он уже, как правило, начинает вянуть. Причем именно эти станкопии могут, кроме того, что опыляться насекомыми, они могут еще опыляться и летучими мышами, причем ночными летучими мышами, которых привлекает именно вот этот своеобразный запах. Еще одна форма жизни у орхидных – это вот вроде каланта, очень хорошо видно. Я когда говорил, что листья похожи на листья подорожника, так вот это одна из тех форм. Листья довольно мягкие, орхидея наземная, этот род распространен в Яго-Восточной Азии, как правило, в местах, где есть выраженная сезонность, то есть есть сухой, влажный период, иногда холодный, на юге Китая, например, когда она полностью может терять эти листья, как это может происходить в Подмосковье. То есть это наземная довольно крупная орхидея с вот такими листьями и вертикальным соцветием вот таких вот розовых цветков. Иногда этих соцветий бывает много, но это вот сейчас опять же весна, не очень характерное для нее время цветения, обычно все-таки цветет она ближе к осени.